Привет, друзья, с вами Ваймс, и это Warframe, внезапно. В общем, я не знаю даже, почему я делаю это видео, возможно, я его даже не буду выкладывать, но, в общем, сейчас 9 утра, я не спал всю ночь, я абсолютно неадекватный и не выспавшийся, но зато у меня есть офигенная пушка. Вот это. Так что, почему бы и не сделать видео. Ну, в общем, вышел недавно апдейт, пару дней назад, для Warframe 18 апдейт, Second Dream. И он довольно офигенный, я в связи с этим немножко решил поиграть, точнее, я даже до этого решил немножко поиграть, потому что мне делать было нечего. Ну, и сейчас за последние 2 дня я там, ну, нет, не 2 дня, последние 3-4 дня я, наверное, часов 10 наиграл, прошел основной сюжет этого апдейта, ну и все там подобное. Для тех, кто не знает вообще, что такое Warframe, у меня есть, не знаю, там, 15 видео по поводу того, что такое Warframe и что с ним не так. Ну, не 15, а 3. Ну, в общем, они есть. Но для тех, кому лень даже эти видео смотреть, это кооперативный онлайн-шутер с хреновой бизнес-моделью и, судя по комментам в том видео, где я в основном говорю о том, что хреновая бизнес-модель, она еще и с хреновым русскоязычным сообществом. Но это, наверное, справедливо для большей части игр, в которых есть это русскоязычное сообщество. Ну, в общем, тут есть разные эти самые фреймы. Как бы персонажи, но не совсем. У них разные обилки, они там по-разному выглядят. И у них разные статы, и есть огромная куча оружия. И основной, наверное, плюс этой игры, там, то, что в ней по-настоящему офигенно сделано, это разнообразие оружия. Потому что оружия здесь, как вы видите, очень дофига. И это не все. Тут показано... Тут показано не только то, что у меня есть. То есть, если я вниз проскрою, этого всего у меня нет. Но это все обычное оружие. А есть еще особо редкое, которое тут не показано, и его нужно именно достать сначала, чтобы оно тут отображалось. Ну, в общем, такая вот огромная куча разного оружия. И оно все реально... Ну, не все, но многое реально разное. Есть куча всякого оружия со всякими интересными механиками. Есть всякие там... Есть куча еще оружия ближнего боя, которое немножко... С немножко менее интересными механиками, хотя здесь тоже есть. Есть всякие там автоматы, естественно, нормальные, стандартные. Есть всякие там более наркоманские пушки, арбалеты, на которые можно навесить взрывающиеся болты. Есть вот такая вот огромная хреновина, которая флагкэнон, по сути. Есть всякие пулеметы, огнеметы, дискометы, плазменные пушки, лазерные пушки, ракетницы, здоровая лазерная хрень. В общем, что угодно. Огромный выбор оружия. Сейчас я побегаю с вот этим вот. Вторичка тоже самая. Еще один огромный выбор оружия. В величке немножко хуже. Плюс у меня, помимо этого, еще есть дрон, который за мной летает и тоже стреляет из чего-то там своего. И плюс, естественно, самих фреймов тоже куча. Ну и я сейчас запущу миссию, просто так побегаю, покажу, какая у меня офигенная пушка и немножко еще пару слов скажу про этот апдейт. Какую я миссию хочу запустить? Есть какой-нибудь алерт интересный? Шпионаж. Я не помню, что там вообще надо делать, но допустим. По-моему, там надо быть стелсовым. Я не умею быть стелсовым этим фреймом, но все равно попробуем. В общем, апдейт вышел. Апдейт мне по нраву. В том плане, что... Нет, он ничего не улучшил из того, что не так с этой игрой. Да, вы можете посмотреть. У меня целое видео, там, минут на 30, наверное. Бизнес-модель все еще довольно ужасная. Багов все еще полно. Но это интересный апдейт в плане сюжета. Он очень много всего про сюжет показал, рассказал, объяснил. Ну и, в принципе, вот эти вот новые, новый квест этого апдейта, он довольно прикольный. Там хоть новый фрейм добавили, новые пушки. Про фрейм ничего сказать не могу, я еще не выбил. Пушки, ну, одну снайперку я пробовал, и она, ну, как снайперка. Не сильно хуже и не сильно лучше, чем остальные снайперки. Но, в общем... Так, оно примерно играется, и... С прошлого раза... Заткнись, Ларус. Я могу его выключить вообще? Нет, по-моему. Игра онлайновая, так что паузы нет. Я в данном случае играю в соло-режиме. То есть ко мне никто приконектится, никакие рандомы не могут. Ну и хрен с ними. Ну, в общем, все еще хрень с балансом, все еще баги, все еще... Хреновая бизнес-модель. Все проблемы остались, но, тем не менее, апдейты интересные в плане того, что здесь подобавляли нового. И до этого апдейта... Я вообще иду не туда, куда мне нужно. До этого апдейта еще подобавляли... С того момента, когда я в прошлый раз делал видео, тоже дофига всякой разной интересной фигни. В том числе вот эту систему паркура новую, которая, в принципе, почти ничем не отличается от старой. Ау. И это тоже, это... Я об этом, конечно, по-моему, не говорил в своем этом видео, что не так с Warframe. Но одна из довольно серьезных проблем игры, это то, что разработчики часто делают какую-то фигню, которая не нужна и которая... В общем, они тратят кучу ресурсов своих на то, чтобы сделать что-то, о чем никто не просил, и что, в общем-то, никому особо не нужно. То есть система перемещения вот эта вот с новыми перекатами, двойными прыжками и прочей фигней, она, в принципе, делает точно то же самое, что и старая. По удобству использования она точно такая же, как и старая. То есть она ничем не лучше старой, по сути. То есть чуть-чуть лучше, они, по сути, убрали стамину, теперь можно бесконечно бегать, это плюс. Они просто переделали, что теперь есть всякие немножко более удобные прыжки и больше всяких движений. Но смысл от этого нифига не изменился. То есть что раньше все постоянно перемещались подкатами, то есть я бегу, я набегу, жму присесть, и потом я жму прыжок, чтобы прыгнуть. Раньше это выглядело немножко по-другому в плане анимаций, но все равно это был самый быстрый способ перемещения. Сейчас это все еще самый быстрый способ перемещения. Единственное, что реально стало лучше с этой новой системы, это появился вот такой вот очень высокий прыжок, к которому можно в кучу интересных мест запрыгивать, куда раньше можно было только конкретными фреймами забраться. Ну и конкретными фреймами, это, например, той же самой новой, которая у меня сейчас, потому что у меня есть такой вот портал, который меня кидает куда-нибудь, но он иногда вот так вот ломается, как здесь. В общем, багов в игре хватает. Ну да ладно, так, я выключу тревогу. И попытаюсь что-нибудь там сделать с этим чемпионажем. Наш чемпионаж — это этот тип миссии. Я не помню, какой тип миссии что делает, кроме стандартных там всяких зачисток и прочего. Наш чемпионаж — это вот эта фигня. В общем, то же самое. До этого они там систему милишного боя 2.0 сделали, которая поменяла то, как работает милишная атака, в принципе. И тоже от этого как-то, ну, стало интереснее в том плане, что больше анимации всякой фигни. То есть до этого нельзя было так вот взять в руки милишное оружие. Было, по сути, 2 удара. То есть был просто обычный спам, и можно было зажать кнопку, чтобы сделать целую атаку. Это все еще можно сделать. Но это, нет, это все еще нельзя сделать, потому что это теперь можно сделать только если взять оружие в руку. Потом они сделали вот эту всю систему, что я могу взять оружие в руку. У него там есть разные комбо, в зависимости от того, какие кнопки я нажимаю. То есть если я, допустим, держу правую кнопку, то у меня такие вот какие-то удары. Если я держу там назад, у меня, возможно, какие-нибудь другие удары будут. Я не помню, какие комбо я могу открыть. Вот эту вот менюшку и посмотреть. Два удара паузы, еще четыре удара. Три удара потом держать, и потом еще один с правой кнопкой там что-то. Просто так. На деле абсолютно все, кого я знаю, просто берут одну комбо, которая самая эффективная, и просто постоянно ее спамят. В большинстве случаев это просто спам атаки непрерывный. Ну или там спам атаки с зажатой какой-нибудь там правой кнопкой. То есть что раньше все просто спамили атаку, что теперь все просто спамят атаку. Упс, я окончился. Ладно, я отменю эту миссию. Мне не нравится шпионаж, и мне не нравится эта миссия. В общем, ничего не изменилось от этого. То же самое, они там переделывали систему урона, в принципе, что другие модификации, по-другому модификации оружия работают, по-другому элементы. Опять же, они это делали как бы с целью разнообразить, разнообразить... Ну, собственно, это самое собирание оружия, потому что до этого там все использовали просто один стандартный набор, в котором менялся один элемент. То есть когда вы там идете против гриниров воевать, вы берете, допустим, там... Какие там были элементы? Токсин, огонь, лед и электричество, по-моему, были в той системе. Против гриниров вы берете, например, огонь, против корпуса вы берете электричество, и все. В остальном весь ваш билд одинаковый. После этого они переделывали систему, эту всю переделывали элементы, что они теперь складываются в двойные элементы, то есть теперь если я эквипываю огонь плюс лед, лед, то это получается там какой-нибудь взрыв или еще что-нибудь подобное. На деле теперь просто все все равно берут одинаковую комбинацию оружия, только в ней меняют там два разных элемента в зависимости от того, против кого вы воюете. Зачистка. Зачистка интереснее. И гриниры интереснее. То есть опять же, как бы, они кучу ресурсов своих этих времени и сил потратили на то, чтобы переделывать систему урона. Это, правда, было еще миллион лет назад. На деле ничего почти не поменялось. Все как использовали один билд для каждого оружия, так и используют. Просто он немножко изменился. Этот билд сам. Так что... Да. Это, наверное, основной минус Warframe. Ну, кроме крановой бизнес-модели и кроме всех вот этих вот мелких, более мелких минусов, типа багов и подобных вещей. И про бизнес-модель в этом видео я ничего конкретного говорить не буду. Она не изменилась с того момента, как я делал в прошлый раз свое видео. Так что вы можете пойти и посмотреть мое предыдущее видео, если вы хотите узнать, что я думаю про бизнес-модель. Хотя, по-моему, мне кто-то писал вроде бы в комментах, что теперь можно получать платину за вход в игру. И если это так... Хотя, даже если это было так, я не уверен, что это теперь так, потому что они вообще поменяли систему этих наград за вход в игру в этом же апдейте, который вышел вчера на момент записи, так что никто еще не знает, что там конкретно с наградой. В общем, если можно получать платину за вход в игру, то бизнес-модель стала чуть-чуть получше, но она все еще ужасна. И да, я знаю, что можно продавать предметы другим игрокам за платину, но от того, что вы тратите на внутриигровой шмот не свои деньги, он меньше денег не начинает стоить. Это моя позиция. Ну, в общем, все. Про бизнес-модель я в этом видео больше абсолютно ничего говорить не буду. Но кроме этого, конечно, есть пара минусов у игры, но в целом игра веселая. Игра мне нравится. Я не знаю, почему-то, наверное, многие, поскольку я сделал видео, которое называется, что не так с Warframe, и в котором я говорю о минусах от игры, все почему-то думают, что я ее абсолютно ненавижу. Нет, игра мне в целом нравится. Я в нее не так часто играю. Я обычно играю в нее там несколько недель, потом забиваю на там полгода, пока не выйдут там три или четыре крупных апдейты, и потом снова играю несколько недель, все эти крупные апдейты, смотрю, что в них добавилось, и потом снова забиваю на полгода. Как-то так. Но игру эту я считаю довольно хорошей. Если бы у нее была хорошая бизнес-модель, то это было бы вообще супер. Но а так не очень. Но опять же, баланс и прочая фигня. Скажем, вот этот фрейм, валькир, у нее есть четвертая билка. Что делает четвертая билка? Четвертая билка убирает у меня оружие, что у меня остается только милишная атака, и делает меня бессмертным. Я не могу умереть сейчас. И она очень медленно, вы в правом нижнем углу можете видеть, как она очень медленно тратит мою энергию. При этом из врагов выпадает энергия, так что если я убиваю врагов, у меня энергия на самом деле увеличивается. То есть я могу в начале миссии нажать 4, и до конца миссии добежать, и мне никто ничего никогда не сможет сделать. Это к вопросу о балансе в этой игре. Его нет. Его просто не существует, и глупо думать, что что-то подобное балансу здесь может просто появиться. И даже нулифайеры, нулификаторы, и... Идите нафиг со своим русиком, они называются нулифайеры. В общем, нулифайеры у корпуса, они вырубают обилки, если к ним подойти слишком близко. Но при этом, если у меня поставлен в милишное оружие мод на дальность его, я могу их убивать с большего расстояния, чем то, с которого они вырубают мои обилки. То есть даже эти самые нулифайеры, они не сбрасывают с меня эту неуязвимость. И, да, это не полная неуязвимость. Если когда я выключу обилку, рядом со мной будет враг, то мне нанесется часть того урона, который я не получил из-за этой обилки. Но ничто не мешает мне выключать ее, когда рядом нет врагов. И все. И я могу просто бесконечно так бегать и почти любые миссии проходить. Естественно, это не поможет мне на миссиях, где мне нужно что-то защищать. Но все-таки. Ну ладно, давайте вернемся к тому, с чего я вообще начал. Новая пушка. Она не такая уж новая, наверное. Я, опять же, я в прошлый раз играл в Warframe, когда в нем был не 18-й апдейт, как сейчас, а какой-то там 15-й или типа того. В общем, это такой вот типа плазмоган, оно называется Соникор. И оно наносит физический урон на самом деле, но что веселее, это не то, что он наносит какой-то там урон или не наносит какой-то там урон. Веселее всего тот факт, что он охрененно отталкивает и разбрасывает врагов. И он это делает гарантированно при попадании. Это сразу же моя любимая пушка в игре. Я не знаю, здесь они слишком низкоуровневые, по-моему. Поэтому они умирают с одного. Но если они не умирают так что можно отправлять отправлять гриниров на орбиту. Как вот их трупы сейчас разлетаются, так же они и живые могут разлетаться. И это просто супер офигенно. То есть даже если это не самая дамаговая пушка в игре, она довольно неплохая по дамагу. То есть у меня нет особых вопросов к ее урону. Он достаточно хороший, чтобы убивать даже на очень высокоуровневых миссиях врагов. Но он может быть не самый лучший в игре. То есть есть более дамаговые пушки, в том числе и более дамаговая вторичка. Но блин, от этой хрени враги улетают до потолка. Всегда. С каждого попадания. И соответственно огромный плюс этой пушки, если я стреляю по врагам, они не стреляют в ответ, потому что они где-то около потолка находятся. Плюс она еще и ауешная. То есть ее этот вот выстрел, он взрывается и дамажит всех в небольшом радиусе. У нее очень небольшая дальность стрельбы. То есть все, дальше этого расстояния оно просто не летит никак. И у нее долгая перезарядка. Это два единственных минуса. Патронов куча. На деле их 15. У меня стоит один какой-то модно увеличенный магазин. Патроны дропаются кучами. Урон хороший. И собственно все. И все разлетается. И все выглядит очень феерично и прикольно. Ну и опять же что касается баланса ну может быть немножко дисбаланс в этом плане пушек. Потому что они в этом новом обновлении добавили новый сильно как бы эндгеймовый контент. Там миссии там не знаю с 50 до 100 уровня грубо говоря. Сейчас эта миссия я даже не знаю какого уровня наверное какого-нибудь там ну сейчас я найду врага и посмотрю примерно какого здесь уровня враги. если я найду какого-нибудь врага. Враги где вы? Собственно эта зачистка она немножко проблемна тем что иногда спаунятся враги где-то где я уже был или я кого-то пропускаю оно мне не подсвечивает его приходится возвращаться так что я сейчас вот возвращался и теперь я только иду вперед снова. Ну 29-ый Эксимус Эксимус это такой сильный толстый враг. То есть обычные должны быть где-то так на несколько уровней ниже 25-ые. На этих новых миссиях я сражался с врагами там 120-го уровня это самые хайлевельные враги которых я вообще видел в этой игре и эта пушка с ними без проблем разбиралась потому что да на них там нужно по 10 выстрелов на каждого но вот как вот этот вот чувак он сейчас после первого выстрела он выжил но он валялся на полу пока я в него еще раз не выстрелил. И таким образом я просто выбегаю в толпу этих врагов там 120-го уровня стреляю по ним и они не могут мне ничего сделать в ответ. И это офигенно. Ну и второе оружие которое у меня сейчас есть это двустволка и она тоже довольно офигенно. Она во-первых офигенно своим механизмом действия потому что первый выстрел происходит когда я нажимаю кнопку и второй происходит когда я отпускаю левую кнопку это достаточно уникальная граната достаточно уникальный механизм действия для двустволки но во-вторых она еще и офигенно видимо ее побутили когда-то потому что когда я в прошлый раз играл там несколько месяцев назад она была абсолютным говном насколько я помню но сейчас у нее урона хватает чтобы убивать с одного дуплета почти любых врагов на которых у меня правильные моды поставлены то есть у меня сейчас по-моему против корпуса она заточена так что тип урона не тот по гренирам но этих низкоуровневых врагов она все равно с одного убивает в общем при правильном типе урона она там не знаю до 50 уровня просто я подхожу к врагу стреляю ему в лицо дуплетом и он умирает независимо от того что это за враг какой он там по крутости тяжелый там легкий пехотинец эксимус все умирает с одного дуплета обычные трешевые такие вот враги умирают даже не с дуплета а просто с одиночного выстрела ну как и сейчас собственно при этом что немножко удивительно для меня в шутере в современном шутере двустволка стреляет на бесконечное расстояние и она с этого бесконечного расстояния вполне убойна то есть если бы там стоял враг где-нибудь то ну треша я с одного выстрелом наверное убил бы такого вот обычного гренира лансера или еще кого-нибудь ну вот там вот сидит скорч с одного не убил с двух убил если бы я всей дробью попался на лоту я бы его наверное убил но все-таки это шотган так что всей дробью не особенно попадешь но снайперская двустволка хотя это на самом деле также и минус потому что мне иногда очень не хватает у нее разброса чтобы убить нескольких врагов одним попаданием хочется но увы ну естественно катана у меня на милишном оружии она тоже довольно хорошая не лучшее милишное оружие в игре но она у меня уже очень давно и она очень хорошо работает несмотря на то что есть более хороший вариант но у меня нет более хороших вариантов а еще один плюс дустволке не дустволка это дустволка расчлененка дустволка имеет тип урона который расчленяет врагов так что после дуплета враги разваливаются в кучу мяса что очень приятно выглядит не любые враги у собак по-моему нет расчлененки в принципе ну возможно она у них будет когда-нибудь но против всяких там обычных гриниров и прочих подобных офигенная пушка окей осталось еще немножко врагов добить на этой миссии ну и в принципе варфрейм не знаю мне не кажется он особенно интересной игрой в которую нужно так вот вдумчиво и скиллово играть потому что игра на самом деле учитывая все вот эти вот дисбалансы учитывая все вот это оружие толпу врагов оно не сложное то есть я могу опять же нажать четверку и в неуземности бегать весь уровень и ничто меня не остановит сложных ситуаций здесь почти не возникает даже те же самые вот эти вот миссии новые эндгеймовые которые там сотово с лишним уровня я их бегал с друзьями втроем мы бегали и втроем мы три миссии пробежали с первого раза вообще без каких-либо особых проблем при том что там всякие интересные дополнительные фишки ограничения и прочая фигня на одной только где нужно было обороняться 20 волн там мы все трое очень часто умирали и приходилось друг друга поднимать оживлять но это как бы все равно мы прошли миссию с первого раза в итоге я вижу клинический вот этот хатинг ну что поделать остался последний враг как бы его интересно убить я убью его гарпуном есть обилка гарпун ну или я не убью гарпун потому что он почти не дамажит в общем это подтягивает ко мне врагов или подтягивает меня к стенам ко всяким что довольно весело и вот эта вот цифра которая в центре появляется это множитель это отрицательный как бы множитель маны то есть ну энергия я ее называю маной потому что ну привычка с разных других игр в общем обилка тратит энергию но если я ее использую то какое-то время после этого она тратит меньше энергии потом если я ее еще раз использую она еще меньше энергии тратит прикольно куча денег теперь 10 секунд ждать пока это все закончится в целом конечно с того момента как я в прошлый раз играл они много чего интересного добавили в основном ну нет в основном они не интересного добавили они добавили пару тайлсетов интересных то есть локаций то есть скажем уран изменился по моему с того момента как я в прошлый раз играл в этом вот апдейте они добавили луну на земле я может сейчас бегаю одну миссию где-нибудь что-то еще по-моему поменялось может быть я не помню там парочку новых врагов кучу нового оружия я пожалуй сменю что-нибудь на что-нибудь что у меня есть интересное пачку новых фреймов естественно которых мне совершенно лень собирать потому что они собираются по полгода даже нет ничего интересного скалибур и не знаю там что-нибудь что у меня есть вообще интересно у меня есть болтер прайм он не очень интересный но он довольно эффективный вторичку я не собираюсь менять она офигенная ну и допустим у меня есть какой-то там цвай гаватайн он у меня даже по-моему с нормальными модами ну относительно нормальными тут можно еще напихать но мне сейчас лень с этим разбираться как раз под цвет скалибура ну и допустим я запущу эту самую луну новый талисет который в этом вот экспансии добавили в этом обновлении если я найду что-нибудь на ней сурвайвл я не хочу сурвайвл хотя 25-30 как нефиг в общем для меня Warframe это такая игра в которую когда мне хочется выключить мозг и убивать тысячи врагов самое то особенно с друзьями в кооперативе выключить вместе мозг и убивать тысячи врагов но при этом для этой цели игра довольно хорошая несмотря на ужасную бизнес-модель ну естественно есть игры в которых бизнес-модель хуже там что угодно от Mail.ru но тем не менее бизнес-модель здесь довольно хреновая но зато красивые локации со всякими секретками и прочей фигней веселое оружие которого куча и оно все разное оно веселое то есть сейчас у меня автомат который стреляет немгновенно долетающими выстрелами я не уверен что у меня на нем вообще хоть какие-то моды поставлены но я надеюсь что да ну и там цвай у меня и вот этот окей это тут сони корвис ой ну и тут мне нужно держаться как можно дольше и убивать все подряд проблема в том что держаться как можно дольше с болтером это не такая уж хорошая идея потому что он очень быстро жрет патроны но он при этом достаточно эффективный в плане убийства врагов и он их тоже так рогдолит но он это при убийстве делает то есть он не отталкивает их пока они стоят пока они стреляют в меня в ответ ах черт но он их очень эпично раскидывает когда у них кончится жизнь ну и экскалибур у него есть такой вот меч стреляющий блинщиками что-то у меня от записи Warframe F5 немножко это вроде написано 60 но ощущается меньше не знаю непонятно ну допустим ну и survival сейчас текущий режим мне нужно выживать как можно дольше за каждые 5 минут мне будут давать награды и у меня постепенно тикает кислород сейчас 63% и дополнительный кислород он выпадает с врагов иногда вот как сейчас и также стоят вот эти вот канистры которые можно использовать они время не появляются и каждый канистр дает еще там 25-24% или 30 я не помню окей тут сплошные ноги вместо врагов ладно я уберу эту катану с блинщиками достану свою соник пушку которая все раскидывает это опять же достаточно низкоуровневые враги так что она их просто убивает но она все равно их раскидывает при этом тем более она их убивает с одного ей бы перезарядку раза в два быстрее и будет вообще идеально ну и я могу в нее засунуть мод на более быструю перезарядку наверное вместо чего-нибудь но раза в два быстрее по-моему все равно не получится survival это наверное единственный режим игры который реально намного ну нет не единственный но один из немногих режимов игры который реально намного проще если много игроков потому что если много игроков то врагов больше спавнится и они больше кислорода дропают то есть в одиночку в survival лежить довольно сложно ну и опять же возвращаясь к балансу мой текущий этот экскалибур он конечно веселый у него есть блинчикомет этот в качестве его ульты но все-таки это никак не сравнится с неуязвимостью бесконечный по сути блинчикомет тоже по сути бесконечный он примерно с такой же скоростью энергию жрет и враги ее с такой же скоростью дропают но блин неуязвимость ну а кроме этого у него что там ослепление массовое а нет дживелины вот эти вот что он стреляет по всем врагам в зоне поражения с каким-то уроном ослепление на двойку которое враги станется по сути на нескольких секунд в некотором радиусе и единичка такой вот дэш с ударом ну так себе опять же по сравнению с неуязвимостью ну и есть фреймы которые вообще сильно менее полезны их конечно постоянно нерфят и бафают но тем не менее валька та же самая валькир у нее эта неуязвимость сбила с самого начала с того момента как ее ввели там не знаю год назад или типа того может больше даже она немножко менялась то есть когда ее когда она только появилась у нее эта неуязвимость действовала какое-то время то есть сейчас этот скилл включается и выключается по клику и постоянно жрет энергию раньше он при активации жрал там какое-то фиксированное количество энергии и работал минуту скажем ну это было немножко менее удобно но по сути он делал абсолютно то же самое он все равно давал неуязвимость лишнюю атаку усиленную и там еще что-то ко мне кто-то вторгается мне вторгаются сентинты наверное они здесь вроде же да это новая подфракция такая врагов я сейчас с ними ну сурвайвале очень не хочу связываться я потому что так и не разобрался как их нормально убивать потому что в общем смысл в чем летают какие-то скаут дроны если они меня увидят то ко мне вторгается пачка а черт не убивайте меня пачка сентинтов таких очень злых мобов с очень большим количеством хитпоинтов которые при этом становятся неуязвимы ну почти неуязвимы к тому урону которым я по ним стреляю то есть я по ним пострелял немножко из своей вот этой соник пушки вот это их скаут дрон и после этого они становятся почти неуязвимы к скаут пушке она там будет из них по 4 единички урона выбивать западания то есть мне нужно постоянно менять оружие но потом когда-то в какой-то момент у меня оружие кончается то есть у меня с собой только 3 вида оружия что после этого делать я понятия не имею потому что они не всегда на них хватает этих трех видов оружия и по-моему это даже не к оружию привязано а к типу урона то есть если у меня там допустим меч наносит слэш урон и дробовик наносит слэш урон то и то и другое и к тому и другому они одновременно станут неуязвимы Что у меня еще есть? У меня еще есть Локи Где-то У меня вообще куча всего есть, но Из интересного и из дисбалансного Где он вообще, этот Локи? А, вот он Он очень убого покрашен, но пофиг Нет, Боутер мне не нравится Мне в данный момент Больше всего нравится эта комбо из Двусволки И Саникора Ну, допустим, Аптикор Лазер Я его немножко перекрашу Рандомные цвета Рандомные цвета обычно что-нибудь хорошее когда-нибудь выдают Ну, фиолетовый лазер, почему нет? Стоп, какой у него цвет энергии? Синий Я хочу красный лазер Чтобы сам луч был красным Ну и, в принципе, можно и сюда потыкать Цвета, большая часть они за деньги За реальные покупаются То есть, по дефолту По дефолту совсем доступен только вот такой вот набор цветов Довольно убогий Плюс время от времени они дают бесплатные палитры Если там в правильный день То есть, хэллоуиновская палитра, она была бесплатной Если в хэллоуин зайти в игру и взять И она там стоила единичку денег тех, которые не за донат Пасхальная тоже И несколько у меня куплено Там инфеста я купил Дым, шторм И все, по-моему По-моему, все остальные у меня, которые есть Это бесплатные Так что, если вы не донатите То цвета у вас сильно ограничены Но, с другой стороны, это Наверное, не так уж и критично Ну, если долго играть, то со временем у вас наберется Ну, пусть будет серый Со временем у вас наберется бесплатных цветов А что у меня тут с апгрейдами? Нормально, все с апгрейдами Да, этот поехавший робот Очень веселый Так, это мои квесты на них Я не хочу идти Сюда А, почему бы и нет Фарида стукнуть Стоп Почему он не открылся? Возможно, у меня Этвокация не открыта Да, видимо, да Или что вообще происходит? Так вот Это еще одна фракция врагов инфеста И это их босс, Фарид У меня сейчас набор оружия совершенно не заточен на борьбу с инфестидами Но что поделать? Вообще не знаю, что у меня в аптекоре установлено Какие моды и есть ли они там вообще Какая странная там лава Это союзные грениры Это не союзные инфесты Привет, Тулха А как Тулха? Ну, аптекор убивает В общем, это такой вот лазер Он заряжается, чтобы выстрелить Нужно, чтобы хотя бы половина этой полоски заполнилась Начиная с половины можно стрелять И если с полной, то оно больнее стреляет Если стрелять в пол или в стены, то оно еще и ауешный урон имеет Мне нравится эта пушка Хотя в данный момент двустволка и Двустволка и Саникор мне нравится больше Как бы Такая вот ауешка Она эффективнее против групп врагов, чем точечный лазер Который, да, он пробивает врагов насквозь По-моему Ну, он у меня, по крайней мере У меня на нем, наверное, стоит мод Если он сам по себе не пробивает врагов насквозь Да, он имеет сплэш Но все-таки Ауешная фиговина, которая дамажит всех в комнате И раскидывает их повсюду И довольно больно дамажит Она все-таки получше будет И быстрее стреляет Что у них тут с освещением? Что-то они в последнем патче сделали с освещением Что очень часто становится вот так вот очень темно Как здесь Так Ну и Локи, мой текущий фрейм, он может становиться невидимым И он может это делать очень надолго Невидимость, она на время 25 секунд у меня И по-моему Да, ее нельзя выключить То есть я не могу ее обновить Когда она кончится, она кончится И мне нужно выйти из невидимости на пару секунд Чтобы Снова в нее войти потом Но тем не менее Пока невидимым на меня никто не агрится Хотя меня могут дамажить Я могу атаковать спокойно из невидимости А это союзный Эксимус Но если я атакую, враги меня как бы слышат И начинают стрелять туда, откуда я стреляю примерно Плюс у меня дополнительный множитель урона Какой-то из невидимости, по-моему Для миличного, по крайней мере То есть я больнее бью Когда я невидимый Ну и плюс, опять же Это не так много энергии тратит И ее дропывается много Окей Ну и кроме этого У меня там еще пара биохист Которые в данном случае не очень полезны Я могу ставить Приманку, на которую враги слегка агрится Я могу Телепортироваться на место своей приманки Или другого игрока Ну и в теории это должно менять нас местами Но возможно с приманкой это не работает И четвертая моя обилка Она в случае с нормальными врагами Она их обезоруживает То есть они переключаются на милишку И пытаются избивать меня И моих союзников в ближнем бою В случае с инфестидами Она их просто дамажит Ну и это босс Но я не уверен Насколько он боссовый Насколько он сложный Ну он толстый Как минимум Возможно у меня просто Очень неправильный тип урона Для него Ну готов И он дропнул Муратинскую батарейку Которая нужна для крафта очень многих вещей И очень массово нужна И падает она редко Так что Повезло Так ну-ка цвай Вот цвай Есть вот такая вот крутилка Которую можно 7 раз сделать Если ее 8 раз попытаться сделать То вот такая фигня происходит Персонаж типа Спотыкается Стоп я только что задамажил Кого-то на 90 с лишним тысяч Этим цваем Или мне показалось Возможно это было 9 с лишним тысяч Так надо выйти в невидимость Из невидимости цвай бьет больнее А и также из невидимости Я использую специальное убийство Добивание против врагов Которым цвай бьет еще больнее Потому что у меня в нем мод на добивание Потому что я эти цвай в основном использую Как раз в комбе С Соникором Потому что Соникор Роняет 72 тысячи Роняет врагов на землю Своими попаданиями часто И если Я уроню врага на землю То по нему проходит Добивание из милешного оружия А Не выше И это добивание Оно очень дамаговое Ну и оно Скорость его не зависит От скорости оружия То есть цвай он Да он Намного более медленный Чем катана Но Анимация добивания у них Почти одинаковая Или даже совсем Ну Она может быть разная Но по времени она Практически одинаковая Так что если я использую оружие В основном для добивания То Цвай это хорошая идея Потому что он просто Более дамаговый И он больнее бьет добиваниями Я получил кусок Никс Это другой фрейм У меня она уже есть Так что Мне этот кусок не нужен Но в общем Чтобы собрать Никс Мне нужно Три разных куска И Как бы За каждый забег На этого конкретного босса Дропается один кусок Никс Гарантированно Но это могут быть Одинаковые куски Никс То есть я могу сюда 50 раз сбегать И 50 шлемов получить А мне нужен шлем Мне нужен Да-да-да А мне нужен шлем Системы И шасси И Потом еще чертеж И потом нужно Это вот здесь вот построить Сейчас у меня строится Никс Прайм Это чуть-чуть более Крутой вариант Никс Который выглядит Более прикольно Также еще куча Всякой фигни У меня строится Еще куча Всякой фигни Я могу построить И еще огромную Кучу всякой фигни Я не могу построить Потому что ресурсов нет Типа вот Болтер Прайм Хотя у меня один уже есть И праймовое оружие Это еще более Крутые вещи На них нужны Куски Как и на фрейме И куски эти берутся Куски эти вообще Хрен достанешь В общем В Войде они берутся Тут особые тоже миссии На которых За которые много платят На которых Отдельные враги Отдельные тлсет Но это По-моему показывал В видео В чем суть Варфрейм Во втором видео В чем суть Варфрейм Да В общем здесь За прохождение Каждой Войдовской миссии Я что-нибудь Получаю Это что-нибудь Может быть Каким-то куском Какого-то Праймового оружия Или фрейма И это зависит От миссии То есть Скажем Сейчас это Миссия захват 2 То есть это Миссия захват Второй сложности И конкретно За захват 2 Есть набор там Из Не знаю Там 30 разных наград И одну из них Я получаю Когда я Когда я Прохожу миссию А он еще жив То есть вот Этот чувак Он Не очень хорошо Убивается Моим Сунихуаром Но он Роняется на землю Очень хорошо Какой у них У вселенной Верфрейма Хороший Венрард Можно запаковать Целого чувака Себя Куда-то В карман В общем Допустим За то что я пройду За то что я пройду Этот захват Второй Мне могут дать Какой-нибудь там Один кусок Одной пушки Два куска Какой-нибудь другой пушки Там еще какой-то Один кусок Какого-то фрейма Еще какой-то кусок Какой-то другой пушки И что-то из этого Одно выбирается Рандомно То есть Чтобы пройти Чтобы собрать Полностью какую-нибудь Пушку Мне может быть придется Не знаю там Несколько Сотен раз Пробежать конкретно Этот захват второй И если это будет Третий захват То там совершенно Другие награды И так далее Тем не менее Некоторое количество Праймовых пушек И фреймов У меня есть И даже не такое Маленькое количество Вот это было добивание Вот это был летающий Гренир Вроде да Ну это Караптат Гренир Ему заменили мозг На какую-то Аркенскую хрень Баги Красная дверь С этой стороны Зеленая дверь Но с этой стороны Нет тоже зеленая Но она должна быть И здесь тоже зеленая Чтобы она открывалась И да Багов В варфрейме моря Обычно они Такие не сильно Не сильно напрягающие То есть там какие-нибудь Просто Не знаю Такие вот двери Которые подсвечены красным Но все равно открываются Или наоборот Подсвечены зеленым Но не открываются Всякие там места Где можно слегка Вылететь за карту Раньше это было Очень серьезной проблемой Сейчас в текущей версии Если вам удастся Вылететь за карту То вас потом вернут назад Раньше Если вам удастся Вылететь за карту То вы оставались За картой навсегда И миссию приходилось Либо перезапускать Либо надеяться Что Те кто с вами В пати ее пройдут Сейчас наконец-то Они пофиксили И теперь вроде бы Есть какая-то команда Текстовая Если вы застряли В геометрии уровня Чтобы из нее Вылезти Еще что-то подобное Но тем не менее Все эти баги остались Вот кусок Чертеж Вольта Прайма Это фрейм Теперь мне нужно Еще три куска Вольта Прайма Которые В совершенно разных местах Падают Тогда я смогу Собрать Вольта Прайма Точнее Сначала я смогу Собрать куски Которые каждый Занимает по 12 часов Строительства И плюс кучу ресурсов Но их можно Все три Вместе строить Одновременно И потом я смогу Собрать Собрать самого Вольта Прайма Которые Стоят Еще Не стоит А Которые Еще там Строятся Трое суток Как у меня Никс Прайм Сейчас строится И я могу Сплатить немножко Платины Которые За реальные деньги Чтобы ускорить Эту фигню Ну и В принципе Я не знаю Зачем я вообще Это видео делаю Но наверное На этом Я думаю Я закончу Новый апдейт Прикольный Новый Тайлсет Прикольный Сюжетные миссии Я их Насколько Ну я их Не то что Насколько мог Не спорили Я их вообще Не спорили У меня получилось В общем Вот эти вот Новые миссии В которых Та же самая Это луна Появляется Как Тайлсет И сюжет Раскрывается Они довольно офигенные В плане именно Как в плане сюжета Так и в плане Ну в плане геймплей Они довольно обычные Конечно Но все таки Там пара Интересных моментов Есть И потом Это открывает Целую Новую Механику С Новой пятой Обилкой Фреймов Которая не у фреймов А как бы у вас Отдельно То есть она у всех Фреймов общая Но ее потом там Можно сменить Еще что-то В общем С этим Это уже немножко Спойлер И про это Я больше говорить Ничего не буду Но это открывает Целую новую Целую новую Разделом Механики Ну и в общем-то На этом все тогда Я надеюсь Вам понравилось Это видео Хотя оно и очень Наркоманское И бессмысленное Оно хотя бы веселое Я там раскидываю Грениров Во все стороны Своим Саниклором И не только Грениров В общем Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok